Время новостей о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире. Сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Обстрел украинских позиций и 120 миллиметровых минометов возле Песков и Водянова. Эту огневую провокацию зафиксировали сегодня, сообщают в штабе операции объединенных сил. Кроме этого, за минувшие сутки вследствие обстрелов получил ранение один украинский военный. Его госпитализировали. Также накануне незаконное вооруженное формирование четыре раза открывали огонь. Обстрелы украинских позиций на Донбассе могут прекратиться только при условии усиления санкций против России. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе считает, только общее дипломатическое давление США и стран Евросоюза может повлиять на действия Кремля. Об этом Леонид Кравчук рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу Дом. Первый президент Украины отметил, общее давление заставит Россию взять ответственность за нарушение международных норм. Россия не хочет выполнять нормы международного права. Она хочет жить в своем замке и жить так, как считает нужным. Администрация Байдена также заявила, что они не позволят. Я подчеркиваю, Россия действует так, как она сама хотела бы. А мы делаем все, чтобы она несла ответственность за нарушение территориальной целостности Украины, суверенитета и ее независимости. То есть вокруг России, я бы так сказал, сгущаются тучи. Тем временем президент США Джозеф Байден продлил действия санкций против РФ в связи с оккупацией Крыма и военной агрессией на Донбассе. Об этом идет речь в письме, опубликованном на сайте Белого дома. Санкции, введенные указом президента США, действуют в течение одного года. После этого их можно продлить на следующий срок по новому распоряжению главы Белого дома. Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы институты в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению активов Украины. Кроме того, действия и политика правительства Российской Федерации, в том числе оккупации Крыма и применение силы в Украине продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты новой администрации США. Глава Госдепа подчеркнул отношение с Китаем главный геополитический вызов столетия. Китай и Россия ставят под угрозу безопасность международной системы и стабильность демократии, добавил Блинкен. США, в свою очередь, будут прилагать максимум дипломатических усилий, чтобы предотвратить угрозы для демократии в мире. Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных операций или путем попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом, но, несмотря на доброе намерение, она не сработала. Она сыграла не на руку продвижению демократии и способствовала потерю доверия к американскому народу. Мы будем поступать по-другому. Алексей Навальный нашелся. Оппозиционер находится в СИЗО во Владимирской области. Об этом сообщили его адвокаты. Им удалось провести встречу с оппозиционером. Правозащитники выяснили, что Навальный находится на так называемом карантине в камере, куда на время помещают всех новоприбывших. Адвокаты предполагают, что политик пробудет там до вступления приговора в законную силу, то есть до конца рассмотрения апелляции. До этого сообщалось, что Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в колонии города Покров. Там политик должен отбывать срок по так называемому делу Ивроше. В Украине резко увеличилось количество выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 10 057 зараженных. Подробные цифры фиксировали в конце декабря прошлого года. Выздоровевших украинцев в два раза меньше – 4837 человек. 194 украинца не смогли одолеть болезнь. Больше всего новых случаев в столице, а также в Житомирской, Венецкой и Ивано-Франковской областях. Всего в Украине выявили больше 1 млн 375 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю наша страна занимает 17 место в мире и 9 в Европе. 100 тысяч украинцев записались на вакцинацию от COVID-19. 97 тысяч человек сделали это через мобильное приложение или сайт ДИА. Еще 3 тысячи через контакт Центр Министерства здравоохранения Украины. Возможность стать в очередь на вакцинацию действует уже четвертый день. Правительство рассчитывает, что предварительная запись позволит лучше распределить препараты между регионами и уменьшить социальные контакты. Тем временем в Украине проходит плановая вакцинация и от других заболеваний. Более трех миллионов доз вакцин уже доставили на склады. Уже сейчас на складах госпредприятия Укрвакцина находятся грузы с вакциной для профилактики полиомиелита в количестве 700 тысяч доз. Также на прошлой неделе прибыл анатоксин для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена в количестве полтора миллиона доз. Еще один груз мы получили 1 марта. Это вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка в количестве 600 тысяч доз. Почти 7 тысяч украинцев уже получили свою первую прививку от коронавируса. Индийским препаратом Ковишит уже вакцинировались министр здравоохранения, президент и главный санитарный врач Украины. В то же время почти 30 процентов украинцев не желают прививаться этой вакцины. Насколько безопасен и эффективен препарат, выясняли наши корреспонденты. Антонина – врач-инфекционист столичной Александровской больницы. Прививку от коронавируса сделала одной из первых еще 25 февраля. Уверяет в необходимости вакцинации, не сомневалась, ни секунды самочувствие после прививки не ухудшилось. Я чувствовала сам момент инъекции. Обычно мы все это ощущаем, но потом ни вечером, ни на следующий день, ни до сих пор, никаких других симптомов я не чувствую. Если выбирать между той пользой, которую принесет эта прививка, и возможными рисками, то, конечно, прививка. Говорит, в ее отделении прививки сделал весь медперсонал. Не колебалась вообще, потому что готова была к вакцинации еще полгода назад, когда еще только разрабатывались вакцины. Ольга – врач-инфекционист Черновицкой областной больницы. Сейчас регион находится в красной зоне. Накануне от осложнений COVID-19 там умерло 12 человек. Это наивысший показатель смертности в области за год. Тем не менее, по словам Ольги, из примерно полутора сотен медиков инфекционного отделения на прививку согласились лишь двое врачей и несколько медсестер. Она – одна из них. «Когда на инфекцию есть вакцина, эта инфекция автоматически становится управляемой, и тогда для общества она несет меньше беды, чем те, которые неуправляемые. Поэтому я очень ждала вакцину именно от коронавируса». Ольга привилась 26 февраля. После вакцинации у нее немного поднялась температура. Сейчас чувствует себя прекрасно. Как и министр здравоохранения Максим Степанов, который сделал прививку несколько дней назад. «Хочу разочаровать сторонников теории предательства. Чувствую себя абсолютно нормально. Продолжаю выполнять свои обязанности. Вчера это продолжал делать и сегодня тоже. Еще раз подчеркиваю, мы обеспечили Украину абсолютно качественной и эффективной вакциной». Индийский препарат Ковишилд активно используют в мире. Канада зарегистрировала его и подписала контракт на поставку 20 миллионов доз. Ковишилд, приобретенный Украиной, полностью идентичен вакцине Астрозенека. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Вакцины факт-чек. Вакцина от COVID-19 Ковишилд и Оксфорд Астрозенека АЗД-1222 идентичны. Ковишилд – это лицензионное название АЗД-1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины Ковишилд, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильное. Великобритания также ожидает 10 миллионов доз препарата Ковишилд. Мнение о его безопасности разделяет и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. «Вакцины работают, и они безопасны. Вакцины позволяют сейчас не падать в больницу с тяжелым ковидом, не обращаться за медицинской помощью, избежать смерти, связанной с COVID-19. И самое главное – разгрузить систему оказания медицинской помощи». Напомним, Ковишилд разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Оксфорд-AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Валерий Бакус, Ярослав Матяш, Новости Украины. Зимнее и летнее время могут отменить в Украине. Соответствующий законопроект депутаты поддержали в первом чтении. Автор инициативы Руслан Стефанчук говорит, что перевод часов сбивает биологические ритмы человека и вредит здоровью. Кроме того, документ закрепляет на всей, без исключения, территории страны киевское время. Основная идеология этого законопроекта – распространить естественно для Украины зимнее время плюс два. Нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, единое киевское время. Потому что вы знаете, что оккупант начал с того, что на временно оккупированной территории установил московское время. Больше новостей ищите на наших сайтах, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи в эфире через несколько часов. Хорошего вам дня!